МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Караул". Мы в Белокаменке. Съёмочная группа телеканала Арктик ТВ отправилась в эпицентр распространения коронавирусной инфекции в Урманской области. Это большая стройка на западной стороне Кольского залива. Белокаменка. Это место стало известно не только жителям нашего региона, но и всем россиянам, которые интересуются новостями. Вот только среди реальных новостных сообщений появляются и фейковые. Рассказать ужасы, отправить в своём эфире тысячи людей погибать. Это называется хайпануть. Собрать просмотры, заработать лайки. Так хайпанул известный российский журналист Андрей Караулов. На его канале появилась видеозапись «Ад на земле». А там рассказы про ужасы Белокаменки. Слова строителя, который считает, что их отправили умирать. И говорит про общежития, переполненные под завязку и больными и здоровыми. Телеканал Арктик ТВ после просмотра этой ужасающей передачи отправился в Белокаменку, чтобы проверить, а там ли ад на земле. Подробности в нашем специальном репортаже. Напомним, в Белокаменке компания «Новотек» возводит центр строительства крупнотоннажных морских сооружений. Часть проекта – «Арктик-СПГ-2». На стройке работает около 11 тысяч рабочих и 20 подрядчиков. Самый крупный подрядчик – компания «Велесстрой». На стройплощадке трудится около 4 тысяч её сотрудников. И именно в вахтовом городке этой компании, по официальным данным, появился первый на стройке, зараженный коронавирусом человек. Сейчас место размещения рабочих в «Велесстрой» считается очагом болезни в Белокаменке. Андрей Караулов в своем видеоматериале в Ютубе рассказал о том, в каких ужасных условиях живут строители и как их каждый день подвергают риску заразиться вирусом. Свои выводы журналист основывал на фотографиях, которые гуляют в соцсетях уже несколько недель, а также на рассказе одного из рабочих. Главные претензии строителя сводились к тому, что их в восьмером закрыли в одной комнате в вагончике и не лечат. При этом якобы руководства, кроме инженеров, на месте нет, а больных людей содержат вместе со здоровыми. Также рабочий сообщил, что из-за введенных ограничений в столовой у дверей во время приема пищи собираются огромные очереди, в которых можно запросто заразиться. Но забегая вперед скажем, что нам удалось выяснить. Эти записи были сделаны несколько недель назад. Наш телеканал к Белокаменке находится гораздо ближе. Мы не ведем эфир из загородных домов и не верим любому, кто решит рассказать ужасы по телефону. А потому решили проверить каждое слово нашего коллеги. Мы ведем репортаж прямо из эпицентра распространения коронавируса в Заполярье, из вахтового городка, в котором сейчас содержатся рабочие в Велесстроя, чтобы рассказать нашим телезрителям правду. Но успокоим каждого, кто опасается за здоровье нашей съемочной группы. Перед поездкой мы приняли все необходимые меры, чтобы как можно сильнее обезопасить наших сотрудников. Оператор и корреспондент были одеты в специальные защитные костюмы, перчатки, респираторы и защитные очки. Всю технику после того, как уехали из городка, полностью обеззаразили специальным раствором. Кроме того, нас сопровождал врач-эпидемиолог из Мурманской областной больницы. Он подробно объяснил, что можно и что нельзя делать, чтобы не подвергать себя излишнему риску. Также вместе с нами условия содержания изоляции рабочих проверили медики из Кольской центральной районной больницы. Их выводы мы озвучим в конце репортажа. Сразу по приезду нашу съемочную группу встретили специалисты Велесстроя. Среди них оказался в том числе и директор компании по персоналу Максим Глотов. Он, как и другие топ-менеджеры, вопреки рассказам дозвонившегося до караулова рабочего, находится сейчас на объекте. В городке находятся сейчас те люди, которые либо у них были когда-то подтвержденные положительные результаты тестов, более тысячи из них сегодня уже имеют как минимум два подтвержденных отрицательных тестов. Здесь также находятся люди, отнесенные к группе контактных. И большинство из этих людей, и мы видим даже по полупустому городку, что они сейчас на работе. Те люди, которые после положительных тестов получают два отрицательных, они либо возвращаются к работе, либо они сразу, в соответствии с постановлением Роспотребнадзор, они уезжают домой. Те люди, которые никогда не имели положительных результатов тестов за все время тестирования, и у них закончилась вахта, они размещаются в отдельные изолированные общежития. И после двухнедельного нахождения там, и двух контрольных выездных тестов, при отрицательных результатах они также будут покидать площадку на межвахтовый отдых. Вот эти люди, которые никогда не имели положительных тестов, общаются они только друг с другом. Гулять по городку им нельзя. Строгого запрета нет, палками здесь никого никуда не гоняют. Но местные врачи, нанятые в Велестроем, такие тут тоже есть, не рекомендуют. Да, они и сами не стремятся, понимают серьезность ситуации, и дальше огражденной территории рядом с общежитием не ходят. Нарушение карантина может изменить их статус на контактных. Тогда о скором отъезде домой можно забыть. Снова пойдут тесты, время изоляции обнулится. Нам со стопроцентно здоровыми рабочими поговорить тоже не дали. Руководство не хочет подвергать людей риску. Главное – безопасность каждого человека. Зато удалось пообщаться с теми, у кого недавно появились симптомы заболевания – кашель, насморк, температура или другие патологии. Содержат таких в специально отведенном под стационар помещении. По два человека в комнате. Там люди находятся, пока проходят тесты. Каждый день их обследуют врачи. Об этом нам рассказал рабочий из Сербии Бранко Арсеньевич. Застали мы его как раз за обедом. Условия содержания здесь какие? Что есть в палате? Вот посмотрите сами, условия хорошие. Жить не столько тут, но и общага моя такая, как здесь. Кроме нормального. На стационаре уже третий день, сегодня третий день. Вот лекарства дали, выпьем, час ожидаем, момент, когда будут нас отправляли в больницу. Вот все. А как сюда попали? У вас симптомы какие-то приедут? Нет, вот 6 мая снимали лёгкие. И там результат такой, что 25% одна лёгкая плохая, как сказать. А до этого болели и были на больничном около 6 дней, когда симптомы коронавируса были у меня. А анализ что показал? Анализ показывал, вот в этом моменте, когда я болел, анализ показывал отрицатель. Отрицательный, по-моему, отрицательный. Вот вы здесь в палате лежите, еду сюда приносят или в столовую кроете? Чего, как? Еду сюда приносят или ходят? Сюда, сюда. Сюда? Да. Чем кормят? Вот посмотрите, котлеты, рис, салат, завтрак, сосиски. Пациентов стационара ежедневно обследуют, смотрят за динамикой. Бранко и его товарищи по палате, несмотря на то, что они на здоровье не жалуются, в скором времени отправят в одну из больниц Мурманской области. Там мужчины будут находиться под наблюдением до полного выздоровления. Показал нам рабочий из Сербии и прописанные ему лекарства. Амоксилеа, вот, там и флю и цефапексин. Да. Вот это, это таблетки, вот у меня теперь нет температуры, я уже болел. Вот я думаю, что я здоровый, вот и себя чувствую так, но будет ситуация, что один день, либо два, вот просто потею, а температуры нет. Но тут сестра, либо доктор, я не знаю, вот утром и вечером контролируют температуру, контролируют давление. Вот так. Работа у докторов в Виллистроя, про которых рассказывает Бранко, непростая. Они не просто приезжают сюда раз в несколько дней, они в очаге заражения живут. Часть из них сами теперь пациенты своих коллег. Из девяти медиков, которые трудились на территории вахтового городка, сейчас в строю осталось трое. А также лаборант и фельдшер. Шестеро пока изолированы, ждут результатов своих анализов. Круглосуточно в стационаре дежурит фельдшер. Остальные ведут ежедневные приемы в рабочее время и в зависимости от состояния рабочего, решают, изолировать его или нет. Сейчас на данный момент у нас находится под динамическим наблюдением порядка 25 человек именно в этом корпусе, которые ожидают в плановом порядке компьютерную томографию. Потом ежедневно проводится скрининг, измерение температуры, сатурация, артериальное давление. Как сами можете видеть на заднем плане, слушают, аскультация. Все это проводится врачами в две смены. В стационар обращаются люди, приходят на прием к доктору с симптоматикой. Пациенты абсолютно разные. Если необходимо, мы сразу госпитализируем их сначала сюда. Есть у нас блок, где можем оказывать первую помощь, вызываем скорую, ну и взаимодействуем со всеми лечебными структурами, с МЧС, с Минздравом. Наладили связь, поэтому у нас есть связь абсолютно со специалистами всех специальностей. В стационаре есть все необходимое. Душевые комнаты для врачей и пациентов, склад, заполненный лекарствами, своя лаборатория и даже несколько аппаратов ИВЛ. Их передали в городок Велистроя на случай возникновения осложнений у пациентов, чтобы экстренно оказывать помощь. Пока пользоваться ими не пришлось ни разу, рассказали нам. Также коридоры кабинет врачей и стационары обеспечены специальными обеззараживающими воздух светильниками. Пациенты не пересекаются. Гулять им разрешают максимум по коридору, в кабинет к врачу. Ведь лежат здесь и с другими проблемами. Роман Гаврилов, например, лежит с гипертонией. Мужчина уже хорошо себя чувствует и после того, как выпишут, планируют уезжать домой в Псковскую область. Словия хорошие, подлечили, давление нормальное, томографию сделали, кардиограмму, все, таблетки, как бы хорошо, хорошее отношение, питание. Вы один спал отель? Один, один. Никого не подселяют, потому что нет у него, нет у него спаления, ничего. Еще несколько недель назад, рассказывают инженеры Велисстроя, у жителей вахтового городка проблемы с давлением возникали чаще. Люди сильнее переживали из-за разделения на зоны. В зеленой находились здоровые, в оранжевой – ожидающие результата тестов, а в красной – те, кто болеет коронавирусом. Зоны друг от друга отделялись сеткой рабицей. Положение было практически военным. Рабочие из-за такого лагерного порядка на фоне стресса попадали в стационар из-за проблем с сердечно-сосудистой системой. Последнее постановление Роспотребнадзора – разделение лагеря на зоны – отменило. Чтобы не распространять болезнь на всю стройку, городок подрядной организации от остальных отделили полностью. Свободно войти и выйти из него не получится. Сделано это для того, чтобы обезопасить других рабочих на стройке «Новотек». Да и внутри стало спокойней. Теперь те, у кого нет никаких противопоказаний, свободно ходят по территории, посещают спортплощадку и на спортивном поле периодически гоняют футбол. Полностью ограничено передвижение только тех, кто болеет, в том числе коронавирусом. Для таких сделали специальный изолятор. Проблемы с давлением у сотрудников тоже резко сократились. К тому же исчезли причины волноваться из-за слишком тесного размещения в общежитиях. После строительства трех дополнительных корпусов людей из переполненных блоков расселили. Теперь в комнате живут от одного до трех человек. Машинист крана Михаил Акулич, например, делит помещение с двумя коллегами. Ну, все меняется, они переделываются, видно, человеческое все как-то ложено. Сколько у вас помните? Сейчас трое, двое на работе. То есть три человека? Три человека, все чистенько, все дезинфицируется, комната моется. Постельное белье в общежитиях регулярно меняют. Простыни, наволочки, пододеяльники. Все проходит через прачечную. Там их стирают с добавлением обеззараживающего раствора. Белье из изоляторов для больных отправляют в Мурманск на прожарку, чтобы убить вирус наверняка. Расселение, убытие домой и другие бытовые вопросы решаются через хозотдел. Несмотря на то, что снимали мы городок в праздничный день 9 мая, все сотрудники находились на местах. Работа продолжается даже в празднике. Водитель Александр Вахрушев, например, зашел сюда, чтобы подписать путевые листы. Поводство говорит, что людей очень сильно напрягало наличие разделения городка на зоны, значит, да, там красное, зеленое, оранжевое. Сейчас заборы убрали, легче стало? Ну, по крайней мере, по работе, да. Ну, как бы я не замечал, потому что тоже был неделю в карантине, и поэтому в этих зон не заметил. А после уже, как бы, и проезды, и проходы разгородили, и было, стало полегче. А неделю в карантине почему были? Симптомы были? Ну, симптомы были, да, это самое. Не подтвердилось? Нет. Понятно. Как в карантине ты неделю провел? Отдохнул. В соседнем помещении работает круглосуточная горячая линия. Несколько сотрудников компании здесь дежурят на телефонах, пытаются побороть информационный голод коллег. Если у кого-нибудь из рабочих возникают вопросы, здесь на них подробно ответят. А вопросы возникают. В период пика заболеваемости в день ребятам приходилось принимать до 600 звонков. Сейчас некоторые рабочие уехали, и вопросов стало меньше. За второе число у вас положительный результат. Конечно. Еще раз, как можно? Так, за пятое число отрицательный. И за 28-е тоже отрицательный результат. Все, все, тестирование больше не будет проводиться. Все, нет, до свидания. Помимо результатов анализов, интересует жителей очага коронавируса в Белокаменке, как будет оплачиваться работа на карантине и когда отпустят по домам. Также на линию звонят родственники находящихся здесь людей. Многие переживают и нервничают, особенно в условиях, создаваемой в соцсетях истерии и недостатка правдивой информации. Однако сотрудники горячей линии терпеливо раз за разом объясняют положение дел звонящим. Успокаивают и самих рабочих, и домашних. Конечно, переживают. Спрашивают, опять же, какой алгоритм, когда у них будет следующее тестирование. Часто задаваемый вопрос, то есть, как у нас здесь, что происходит, будет ли оплачиваться, то есть, в каких условиях они проходят карантин. Ну, на все вопросы, которые задает родственник, все отвечаем, все вызовы принимаем. Насколько вот эти беседы вообще напряженно проходят? Или вот все, в принципе, понимающие? Довольно-таки напряженные, люди разные, опять же. Не каждый человек понимает с первого раза. То есть, ну, мы максимально раскрыто, открыто все рассказываем так, как у нас здесь есть. Дозвонить тогда у вас легко или нет? Постоянно вторая линия. У нас два телефона горячей линии, то есть, постоянно один звонок заканчивается, тут же принимается другой звонок. Не могли мы не посетить столовую. Ведь больше всего жалоб в соцсетях отряда работников «Велистроя» и их родственников поступало на очереди сюда. С началом эпидемии руководство вынуждено было ограничить количество посетителей за один заход. Пускают по 15 человек, остальные ждут своей очереди, пока те поедят, потом заходят следующие. Такая система якобы вызвала столпотворение на входе, увеличивался риск рабочих заразиться. Об этом говорил и Андрей Караулов в своем видео. И действительно, как объяснили нам, сначала проблема была. Но сейчас все привыкли к новому графику, а потому подходят сюда по спискам. Проходят через турникет, едят и уходят. За длинные столы сажают по двое, по одному с каждого конца. Чтобы сделать оптимальный график, даже подсчитали, сколько в среднем у каждой группы работников уходит на прием пищи. Получилось 6-7 минут. Столовая работает завтрак с полшестого утра до 15 минут девятого. Мы продлили так, чтобы все люди прошли. Обед у нас с полдвенадцатого до двух часов. И ужин с без пятнадцати шесть до полдевятого. Очереди нет. У нас есть системная программа турникет, которая запускает людей согласно графику. Люди-то не возмущаются, что так вот так просто? Нет, люди относятся с пониманием и понимают, что это в целях их сохранения здоровья. Столовых в городке, кстати, две. И меню у них совсем не бедное. По словам Ольги Симаковой, на обед, например, предлагают на выбор три мясных блюда, три салата и два супа. Также и на ужин. Только вместо супа предлагают выбрать из трех гарниров. На завтрак каша, сыр, масло и колбаса. Напитки, чай, кофе, всегда фрукты. Во время нашего визита, например, на кухне варили манты. И, судя по запаху, который пробивался даже через респиратор, пекли свежий хлеб. Понаблюдать за процессом нас, конечно же, не пустили, но дали поснимать через открытую дверь из коридора. Есть на территории городка и временные специалисты. Они трудятся, например, в зоне забора анализов. Под нее переоборудовали спортивный зал. В помещении теперь стоят парты, на которых разложены пакеты со штрих-кодами. Здесь берут пробы на коронавирус. Проверяют каждого. Перед входом обязательный замер температуры. Несут вахту здесь сотрудники медицинской лаборатории «Архимед». Отсюда анализы отправляют в Москву. Обратно приходит окончательный результат. Процесс от забора проб до оглашения вердикта занимает два дня, не считая день, когда анализ взяли. Заходит обследуемый, садится на стул. У него в руках пакетик с штрих-кодом. Вот ребята ему клеят на пакет штрих-код. Присаживается. Мазочек берется. Сотрудник медицинский обрабатывает руки. Мазочек берется из зева и из носа. Специальными туферами, стерильными. Отдельный туфер для зева, для носа. Содержимое в Москве помещается в пробирку с транспортной средой. Пробирка с транспортной средой обрабатывается деконтаминирующим раствором и помещается в пакетик. И затем анализ отправляется в лабораторию для исследования. Несмотря на то, что компания ввели строй, большую часть времени сейчас занимается проверкой своих сотрудников и работой с медиками, производственный процесс на площадке не останавливается. Каждый день рабочие отправляются на стройку. Правда, выходит на работу всего лишь 60% персонала. Остальные 40 либо изолированы по болезни, либо ждут отправку домой. А пока тоже сидят в изоляции. На стройку рабочих отвозят на автобусе. Техника дезинфицируется, а рабочие в ожидании транспорта обязательно соблюдают социальную дистанцию в полтора метра. Каждому выдают уже ставшие обыденностью, как строительная каска, маску и перчатки. Конечно, да, темпы немножко снизились, но работа продолжается. И идем, работаем согласно графиков. Поэтому, конечно, есть сложности, но в целом прогресс есть. В дальнейшем-то какие прогнозы? Будет снижаться количество входящих на работу или наоборот новые люди? И про оплату работы. Насколько я знаю, рабочих отходов очень сильно беспокоят, особенно тех, кто сидит на карантине. Как оплата работ производится? Оплата работ производится в полном объеме заработной платы. То есть неважно, кто сидит на карантине или кто выходит на стройку, люди получают зарплату полностью. Как мы говорили в самом начале, с нами в вахтовый городок Велистроя приехали медицинские специалисты Кольской центральной районной больницы. Пока мы разговаривали с людьми, они с точки зрения профессионалов оценили принятые Велистроем меры против эпидемии. Уже в который раз врачи из Колы курируют этот очаг эпидемии в регионе с самого начала. Сперва они просто приезжали на вызовы, чтобы забирать тех редких больных, которым по показаниям нужна была госпитализация, и регулярно консультировали медиков по скайпу. Теперь тяжелых больных на территории городка практически нет, но бригада скорой помощи и скользкая ЦРБ тут все равно дежурят. На всякий случай. На сегодняшний день, я была уже здесь не первый раз, на сегодняшний день условия для нахождения, условия для лечения здесь созданы. Пациенты, которые положительные, можно куда обратиться сейчас, у них есть медпункт, куда прибыли доктора, фельдшера, которые обслуживают. У нас есть свой координатор здесь, фельдшер, который формирует госпитализацию, чтобы отсюда уезжали. Пациенты направляются в госпиталь аэромобильный, которые могут с положительным тестом. Заранее формируется список. Госпиталь МЧС. А взаимодействие как вообще идем с этим госпиталем МЧС? Значит, нам подают списки в госпиталь. Они утром, ну, посменно приезжают. И проводится компьютерная томография на выявление ковидной пневмонии, ЭКГ и кому необходимо УЗИ. Как видите, никакого ада, как выразился Андрей Караулов, на территории вахтового городка мы не нашли. Народных бунтов и волнений тоже. Каждый рабочий, с которым мы поговорили, утверждал, сейчас здесь все нормально. Радует то, что за последние сутки выявлено всего пять новых случаев заражения в Белокаменке. Это намного ниже, чем прежние цифры. А значит, принимаемые меры дают нужный результат. Кстати, в ночь на 9 мая отправились домой еще 177 вахтовиков. Таким образом, общее количество здоровых рабочих, покинувших вахтовый городок со времени начала эпидемии, более 500 человек. Продолжение следует...